Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем рассматривать сервисы хранилища Windows Azure в рамках лабораторной работы, изучая хранилище Windows Azure. Это видео представляет собой вторую часть лабораторной работы хранилища Блобов. Давайте перейдем в наш проект. В этом упражнении мы воспользуемся Windows Azure Blob Service API для создания приложения, которое сможет сохранить и получать изображение с Блобов хранилища Windows Azure. Приложение будет являться простым веб-сайтом галереи изображений, на котором можно будет просмотреть, загрузить и удалить изображения, хранящиеся в Блобах Windows Azure, а также ввести и отобразить соответствующие изображения метаданные. В приложении будет использоваться один контейнер для хранения изображений. Необходимо отметить, что в этой упражнении мы будем хранить Блобы в публично доступном Блобе. Они будут доступны анонимным пользователям. Блобы могут иметь ассоциированные с ними метаданные. Заголовки метаданных могут быть определены по запросу при создании нового контейнера или Блоба, или при привязке метаданных к уже существующим ресурсам. Итак, наше решение состоит из двух классов. Это RDA Image Gallery WebRule, который является интерфейсом, который будет использоваться пользователем для просмотра и управления галереей и изображениями, а также RDA Image Gallery, проект облачных сервисов, содержащий конфигурацию и определение нашего сервиса. Функциональность WebRule состоит из трех классов. Основных это WebRule CS, Default ASPX CS и Global ASAP CS. Начнем с самого простого. Это класс WebRule CS, который следует, как и в случае с соответствующим классом в приложении, использующем таблицы в предыдущем упражнении, использует модель программирования, наследуясь от RuleEntryPoint и реализовывает метод OnStart, в котором реализуется динамическое обновление конфигурации при ее изменении. Итак, давайте перейдем к следующему классу. Это Default ASPX CS. Давайте разберем его поподробнее. Данный класс является основным классом, содержащим функциональность нашего приложения. Итак, он реализует метод PageLoad, который выполняется при загрузке страницы. Таким образом, при загрузке страницы у нас определяется, существует ли необходимый контейнер блобов с помощью метода EnsureContainerExists, после чего метод RefreshGallery обновляет нашу галерею. Следующий важный метод – это UploadClick, который является обработчиком нажатия кнопки загрузки изображения, который состоит из проверки на наличие файла изображения, после чего изображение сохраняется с определенными свойствами, введенными пользователем. Это ImageName, ImageDescription, описание изображения, теги, имя файла и прочее-прочее. После чего галерея снова обновляется. Метод – это OnBlockDataBound. Метод – OnBlockDataBound осуществляет получение свойств для каждого блоба в списке и создает коллекцию пар ключ-значения для каждой сущности метаданных. Эта коллекция используется как источник данных для контрола Repeater, отображающего метаданные для каждого изображения. Следующие методы – это OnDeleteImage, который выполняется при удалении изображения. В данном случае получается ссылка на блоб, на некий с определенным урлом блоба, и затем, если он существует, он удаляется. Следующий метод – это OnCopyImage, который выполняется при копировании изображений, при создании копии изображений. В этом методе, опять же, получается ссылка на блоб с определенным урлом, после чего создается новый блоб, и в него копируется содержимое оригинального блоба. После чего извлекаются метаданные и определяются метаданные для нового блоба. В конце данного метода галерея снова обновляется. Метод OnSnapShotImage реализует функциональность снапшотирования изображений. В данном случае, кроме получения ссылки на блоб, используется метод CreateSnapshot, который просто создает снапшот блобов. Необходимо учесть, что снапшоты блобов являются read-only копиями наших оригинальных блобов, и блобы не могут быть удалены до тех пор, пока у них есть хотя бы один снапшот. Метод EnsureContainerExists удостоверяется, существует ли данный контейнер, к которому мы пытаемся получить доступ, а также устанавливает публичный доступ для этого контейнера. Метод GetContainer просто получает доступ к конфигурации нашего аккаунта-хранилища согласно файлу ServiceConfiguration.cs.cfg и получает строку подключения данным DataConnectionString. После чего получает ссылку на контейнер, опять же, согласно настройке в нашей среде выполнения. Следующий метод RefreshGallery просто обновляет, согласно некой коллекции блобов, имеющихся у нас, обновляет нашу галерею, а именно привязывает к Control Images новые данные. Основной метод, который используется в данном классе, это SaveImage, во время которого получается ссылка на некий блоб в неком контейнере, после чего определяется свойство ContentType, для того, чтобы можно было корректно отображать изображение, корректно отображать контент блоба. После чего определяются некие заголовки метаданных, которые будут ассоциированы позже с этим блобом. В данном случае это ID блоба, имя файла, имя изображения, описание и некоторые теги. После чего метаданные ассоциируются с блобом, и блоб загружается в виде байтового массива в контейнер блобов. Далее, настройки подключения к локальному хранилищу. Опять же, как в прошлом упражнении, мы можем воспользоваться графическим интерфейсом управления конфигурацией нашей веб-роли и перейти на вкладку Settings. Как мы видим, в данном случае появилась еще одна строка подключения, это Container Name, который используется для именования нашего контейнера как Gallery. Как вы видите, тип данной строки это просто String. Как мы можем увидеть, есть всего два типа настроек. Это простая строка, которая может иметь любое значение, и Connection String, строка подключения в определенном формате. Как мы видим, здесь опять же используется локальный эмулятор хранилищей. Давайте теперь попробуем запустить наш проект. Необходимо учесть, что при запуске проекта в Windows Azure в локальном эмуляторе вычислений проект облачных сервисов RD Image Gallery в данном случае должен стоять как Startup Project, иначе мы получим ошибку. Итак, наше приложение загрузилось. Давайте развернем его на полный экран. И давайте попробуем загрузить некоторое изображение. Пусть имя будет Image, Description, Image, Description. Теги, допустим, Nature. И мы с помощью кнопки Browse загрузим изображение из библиотеки стандартных изображений Windows. В это время создается сущность и кладется в сервис хранилища Windows Azure, а также изображение, создается уменьшенная копия и кладется в блов. Как вы видите, с изображением ассоциированы некоторые метаданные. Это случайно сгенерированные ID и наши введенные метаданные. Давайте теперь попробуем воспользоваться функциональностью данного приложения. Как я уже говорил, во время копирования просто создается новый блоб и в него копируется содержимое нашего блоба. Давайте теперь удалим блоб, который мы только что создали. Понятно, что удаляется только блоб, который мы создали только что. Давайте теперь попробуем создать снапшот данного изображения. Опять же, мы получаем точную копию нашего изображения, нашего блоба с такими же метаданами ассоциированными. Однако, теперь мы не сможем удалить наш предыдущий блоб, наш оригинальный блоб. Обратите внимание на данную ошибку, что эта операция не разрешена, потому что блоб имеет снапшоты. Для этого нам необходимо удалить этот снапшот. И теперь наш блоб успешно удаляется. В данном упражнении мы посмотрели, как просто можно использовать сервис хранилищ блобов для хранения наших каких-то изображений, наших файлов и ассоциирования с ними метаданных. Продолжение следует... Продолжение следует...